Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24 и в студии Дарья Вялкова. В начале выпуска коротко о главных событиях. Алтайские предприниматели отправятся с бизнес-миссией в Республику Азербайджан. На сегодняшний день сумма контрактов на поставку продукции из региона составляет почти 7 миллионов долларов. Массовая гонка «Лыжня России» прошла в Барнауле. Больше двух тысяч человек вышли на старт лыжной базы «Славная». Певец-самоучка из села Кокши Советского района прославился на всю страну. Виталий Греков исполнил песню Михаила Евдокимова на федеральном телевидении. Больше 30 километров тепловых сетей обновят в Барнауле в этом году. Специалисты сибирской генерирующей компании также реконструируют оборудование и здания 36 тепловых пунктов. На эти цели направят почти 2,5 миллиарда рублей. Работы начнут в конце марта. В первую очередь ремонтники заменят коммуникации на улицах Покровской и Энтузиастов. В конце мая начнется капитальный ремонт сетей на улице Георгиева. Основные же работы проведут после окончания отопительного сезона, согласно графику гидравлических испытаний. Так что барнаульцы не будут дважды лишаться горячего водоснабжения. Также для сокращения сроков отключения горячей воды на участках будут использовать временные трубопроводы. Подробности о ремонтной программе текущего года можно найти на официальном сайте СГК. Почти 7 миллионов долларов – сумма контрактов на поставку алтайской продукции в Республику Азербайджан. Речь идет о договоренностях, которых удалось достичь за последние три года при содействии Центра поддержки экспорта. 14 февраля алтайские предприниматели отправятся с бизнес-миссией в Баку за новыми достижениями. Бизнес-миссии призваны укреплять деловые отношения. В случае с проектом Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП на международном уровне, одна из последних поездок в Республику Киргизия принесла трем предпринимателям контракты на общую сумму 300 тысяч долларов. Теперь по плану бизнес-миссия в Республику Азербайджан. Наши предприниматели с удовольствием эту страну рассматривают для того, чтобы налаживать контакты, устраивать бизнес-отношения. Поэтому мы надеемся, что и в этот раз гостеприимный азербайджанский народ примет нашу делегацию. И главное, что будут результаты наших предпринимателей. Для одного из алтайских поставщиков зерна и круп поездка в Баку – возможность найти новых покупателей и встретиться с постоянными клиентами, закрепить договоренности. Компания уже экспортирует в Азербайджан 700 тонн бакалеи в месяц, но есть куда расти. Поэтому и обратились в Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства. Ты едешь не вслепую, ты уже едешь конкретно, намеренно, под тебя подстраивают по времени все встречи. Это все настолько организовано, что тебе не нужно это все спланировать самому. Только твое присутствие, ну и соответственно реклама своей компании, что требуется с нашей стороны. Все остальное организовывает уже эта бизнес-миссия. Центр поддержки экспорта организовал международную бизнес-миссию для представителей малого и среднего предпринимательства региона. Специалисты уже подобрали потенциальных иностранных партнеров и договорились о встречах. Эта ежегодная бизнес-миссия в Азербайджан будет уже четвертой по счету. За это время алтайские предприниматели заключили контракты почти на 7 миллионов долларов. У нас связывают многовековые взаимоотношения наших народов. И у нас очень много общего, традиций, мораль, этнопсихологических мировоззрений. Говоря о будущих отношениях России и Азербайджана, я с уверенностью могу говорить, что они день за днем будут угрыбляться. Поскольку, я выше упомянул, в этом заинтересованы наши народы. Три алтайские компании-участницы ждут десятки встреч. Конкуренция на азербайджанском рынке большая, но уже первые переговоры могут положить начало долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. Артем Тарасов, Анастасия Меншакова, Анатолий Фукс, Роман Хайрулин. Новости. Анастасия Меншакова, Анастасия Меншакова, Анатолий Фукс, Романа Хайрулин. Высокая численность и активность клещей ожидается в Алтайском крае в этом году. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, пока членистоногие не активны. Однако с потеплением и появлением проталин они выйдут из спячки. Последние несколько лет начало сезона активности паукообразных фиксировали в конце марта-начале апреля. Специалисты призывают людей привиться против клещевого энцефалита. Это снижает риск заражения и защищает от появления осложнений. По статистике, ежегодно за сезон за медицинской помощью по поводу присасывания клеща обращаются около 10 тысяч пострадавших. Продолжаем выпуск. Массовая гонка лыжня России прошла в Барнауле в минувшее воскресенье. Больше трех тысяч человек вышли на старт лыжной базы «Славная». Также заезды прошли по всему краю. Атмосферой соревнований поделился Артем Тарасов. Лыжники просыпаются рано. Во-первых, нужно снаряжение подготовить. Во-вторых, номерок получить. В 9.30 на базе «Славная» было уже многолюдно. За все время существования, а это 41 год, лыжня России приобрела статус культовой. А пока есть время до старта, можно окунуться в историю. Здесь есть едва ли не единственный во всей стране музей лыж. Лыжня России – это фактически день лыжника. Мы мало знаем о том, что лыжня России, мы думаем, что вот-вот она недавно началась. А додумано это было еще в 80-х годах, в частности, в 81-82 году, как марафонская гонка. Среди экспонатов есть и уникальные лыжи Карелия, выпущенные специально к лыжне России в 89-м году. Но мы-то с вами знаем, что на таких соревнованиях ценится больше всего. Конечно же, одно знаменитое наследие лыжни России, помимо спортивного, это еще и сувениры. К примеру, шапочки лыжня России. Конечно, многие из вас собирали эти коллекции, но уверен, что конкурировать с коллекцией музея лыж в Барнауле они не могут. Здесь, в шапочке, с 98-го года. А вот здесь творится история настоящего огромное количества шапочек лыжни России с этого года. Но, конечно, просто так мне их дали только поддержать. Чтобы ее взять, нужно ее в первую очередь заслужить и проехать большую дистанцию лыжни России. В этом году организаторы предложили три дистанции. Первая, два километра, предназначена для параспортсменов и ветеранов, детей и спортивных семей. Юные спортсменки Лена и Таня Красновы уже ходят на тренировки по лыжным гонкам, поэтому готовы к серьезным расстояниям. Сегодня километров мы проедем два, и мне восемь лет, а Лене тоже, ну, ей шесть, она тоже два километра едет. И вот старт дан. Кто-то сразу уходит в отрыв, кто-то делает свои первые шаги на лыжах, а кто-то падает в самом начале пути. Это любительский забег. В гонках на 5 и 10 километров могли участвовать все желающие, но все-таки большая часть спортсменов – лыжники со стажем. Участники с опытом заметили – массовые старты с каждым годом становятся все масштабнее. Ну, с каждым годом, естественно, уровень растет. Вот с нынчей уже ширина старта, вон, какая большая была, обычно поменьше. Все, там флажки стоят, музыка играет, народ. Я вот сейчас проходил мимо, там столько машин, по-моему, полгорода уже собралось. Спортсмены были не только из города. К примеру, на лыжню России приехали и школьники из Завьялова. Днем ранее они участвовали в соревнованиях, а затем вышли и на массовую гонку. Покажем также свое мастерство, будут ребята проявлять желание победить, как и все другие, которые приезжают сюда. Поэтому мы с удовольствием приезжаем, хорошая трасса, хорошие соревнования. Ну и что еще сказать, погода сегодня отличная. Также гонка прошла в городах и районах края. По данным со столика регистрации, в Барнауле на лыжню вышли больше трех тысяч человек. По всему региону – 11 тысяч. Такие цифры дают уверенность, что массовые старты справляются со своей главной задачей – вдохновлять людей по всей стране на постоянные занятия спортом. Артем Тарасов, Сергей Балуев. Новости. Певец-самоучка из небольшого села Кокши, советского района, прославился на всю страну. Виталий Греков исполнил песню Михаила Евдокимова «Некогда жить» на федеральном телевидении. Наша съемочная группа побывала в Кокшинском доме культуры, где выступает народный исполнитель. Еще недавно Виталий Греков исполнял песню из репертуара любимого артиста Михаила Евдокимова «Некогда жить» на всю страну. И вот он вновь на сцене родного дома культуры в селе Кокши советского района. Потому что это песни о своей, как говорится, малой родине, и они от души спеты. И про нашу жизнь, как говорится. Там честно все, открыто сказано. На телеэкран Виталий попал благодаря другу-соседу Сергею Хакимову, который написал письмо. Наш талант, он всей душой отдан самодеятельностью. Думаю, вам будет интересно пригласить его на вашу передачу и познакомиться с ним. Виталий поет с детства. Из Кокшей никогда не уезжал. Только на время службы в армии. Продолжал петь и будучи в войсковой части. А еще научился играть на гитаре. Совсем недавно взялся за баян. Даже поступил в музыкальную школу. Музыка – это все. Ну, это надо объяснить человеку, что это для души. Не каждое этого понятия дано. Веселю народ. Народу весело, мне весело. Я, значит, даже одному человеку понравилось, уже, значит, принес кому-то радость и улыбка на лице. Это уже много значит для меня, во всяком случае. Певец уже четыре года заведует Кокшинским домом культуры. В небольшом селе с населения меньше 800 человек собрались четыре творческих коллектива. С одним из них, с ударушками, выступает Виталий. Да мы так долго ждали, когда он, наконец, соберется к нам прийти. Конечно, много таких песен, где нужен мужской голос. Поэтому нам с ним намного проще, легче петь. И песни мы подбираем уже. Во-первых, с ним песни веселые. Вот как-то мы собираемся, у нас всегда песни минорные, песни грустные. А любви, они вообще старинные песни, все грустные. А вот с Виталией Юрьевичем у нас какие-то все задорные песни получаются. С ударушке довольно молодой коллектив. Ему всего пять лет. Сейчас исполнители ставят новую программу и готовятся к выступлению в Бийске. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Новости. К этому часу у меня все новости. Оставайтесь с нами на телеканале Катунь-24. Редактор субтитров А.Семкин